Всем привет! Вы на канале Мастер Яр. И сегодня, как видите, мы представим вам фильм. В той серии мы снимали про Карнатавра, монстра Аргентины. Ну и сегодня мы будем снимать про Спинозавра, монстра Африки. Это Уранозавр. У Уранозавра тоже есть парус, как у Спинозавра. Вы, наверное, знаете, как выглядит Спинозавр. Только это растительноядное животное Уранозавр. За ним могут кладться и хищники, такие как Спинозавр. Но они очень быстро бегают. А во-вторых, у них есть длинные когти на передних лапах. Хищник может быть всегда рядом и неожиданно напасть. Сейчас этот Уранозавр решает воспользоваться шипами. Все-таки убегает от Спинозавра. Но, к счастью, у Раносавра не ходили в рацион Спинозавра. Так что у Спинозавра рыбоядный рацион питания. Берите сейчас, если я вам скажу, что наступила засуха и акулу клеток с Ириной выбросила на берег. Это очень хорошая добыча для крокодилов, по-моему, Санка Зухи. Но, и для Спинозавров тоже. Спинозавр уходит. Вы думаете, что у Спинозавра никто не захочет есть рыбку? Вы очень, а тогда ошибаетесь. Ру-го-пс. 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 Спинозавр вернулся на свою добычу, заметив, что Ру-го-пс у него ее крадет. Ру-го-пс. Как видите, Ру-го-пс не был убийцей. Он был падальщиком, потому что был хищником со слабыми зубами. Спинозавр же очень мощный охотник, который сам добывал себе еду. Но тоже не блесгал падалью. Засуха – это очень плохо, потому что Спинозавры вынуждены большую часть его находиться в воде. Но не только Спинозавр был прирожденным хищником. Кархарадонтозавр – прирожденный убийца. Имея длину 13 метров, он был одним из самых мощных хищников Африки. Он охотился мясом и поэтому был плотоядным динозавром, как мы уже знали. Высота же его достигала 6 метров. Но, как мы уже поняли, 13 метров. Вес до 6 тонн. Имел три пальца и шипу по всему телу. Он ищет добычу, чтобы немного перекусить. Тот же самый уранозавр. В некоторых местах, как мы уже говорили иначе, уранозавры вводились именно в Африке. Они защищались либо длинными когтями на передних лапах, а если добыча, точнее, на панальщик слишком крупной, то убегали. Потому что бегали очень быстро. Сейчас же Кархарадонтозавр подходит к ней. Он стоит в засаде, чтобы медленно-медленно, но ловко за добычей пастись. Как видите, Кархарадонтозавр убивает жертву своими мощными зубами. Теперь ему не нужно убивать добычу. У него челюсти были очень мощными. Поэтому теперь нужно просто идти за добычей. Как видите, вот такая жизнь суровая. В те времена палец в рот не клади. Но хоть Кархарадонтозавр был ужасным хищником, не стоит забывать, что хищников было полно. А не только один этот Кархарадонтозавр. Много хищников, таких как Спинозавр, но и многих других. Спинозавр были очень сильными, поэтому могли просто убить Кархарадонтозавра. Царапая Спинозавр и кусая Кархарадонтозавр, потихоньку начинает побеждать Кархарадонтозавр. Кархарадонтозавр, но все же Спинозавр, а Кархарадонтозавр кусает за парус Спинозавра. Парус Спинозавра – это ряд шипов. Он важен для терморегуляции, чтобы регулировать, как ему надо. Если он повернется к Солнцу левым боком, то тогда ему будет шарка. И правым тогда станет холодно. Как я уже и говорил, Кархарадонтозавр вряд ли победит Спинозавра, поэтому все же победил Спинозавр. Победителя может быть только один. Так что видите, что могло бы быть больше. Рогопс пытается унести свою добычу. Не свою добычу, но он знает толк в украденной добыче. Это еще Африка, кстати. Дом для паралититанов. Паралититаны – это гигантские 32-метровые в длину создания. Сейчас он мешает полежать, но, как видите, кому-то лежать, а кто-то мог быть в опасности. Вот видите, этот паралититан, кажется, застрял прямо в грязи, а взади… Сарказухус – 12-метровый крокодил. Паралититан застрял в грязи и не может никак выбраться. Кархарадонтозавр – тоже очень ужасный хищник. Этот подросток паралититана сейчас умрет, скорее всего. Как видите, Кархарадонтозавр убивает его. Сарказух хочет отобрать добычу и кусает его за ногу. И вдруг… Спинный моза. И вот опять битва начинается. Второй раз укусит запарус. Плохая привычка. Теперь он не то, что прогнал Кархарадонтозавра, но еще и убил. Другие же места хасники водятся черепахи Архелонны, на которых сейчас будет охотиться Рогопс. Успешно ли пройдет это все, или не очень. Как я уже говорил ранее, Рогопс – это 8-метровый хищник со слабыми челюстями. Архелон же – 4-метровая черепаха с сильным клювом. Но без воды эта черепаха чувствует себя не так уж и хорошо. Все же она вылезла на берег, чтобы отложить яйца, но не успела она даже отложить одного яйца, как… Но вдруг этот Рогопс почувствовал запах паралититана. Как видите, раньше все было очень жестоко. Рано. Со временами, да временами, все старее и старее становилось она. И в итоге на эту черепаху прилетели аланки. Как видите, средний миловой период уже могут прилететь аланки. Но еще спинозавры далеко не вымерли. В шее аланки был найден зуб спинозавра. Это, несомненно, по останкам был зуб именно спинозавра. И в итоге он, короче, ее убил и сделал. Но… Такой ужасный конец мира никому не был рад. По душе никому не был этот исчезновень. Но спинозавры вымерли именно из-за этого. В их вымирании способствовал слишком катаклизмам для них. И поэтому все же в среднем миловом периоде царствовали аланки. Как видите, все вымерли динозавры. Но со временем сначала вымерли спинозавры. Дальше вымерли рукопцы и паралититаны. Кархарадонтозавры и архелоны. Единственный, кто выжил, это крокодил. Крокодилов мы можем встретить даже сейчас, если поедем в какую-нибудь жаркую страну. Всем пока. Мне еще очень много.